Итак, спортивное питание как часть тренировки. Я попыталась сделать для вас на этот раз такую лекцию, кто со мной не знаком. Я уже читала вебинары про спортивное питание, про питание спортсменов, касаемо не спортивного питания, а обычного. В данной лекции я постараюсь осветить тему питания бегуна или марафонца, триатлониста с точки зрения больше как врача, потому что я для начала еще немножко представлюсь. Итак, меня зовут Рита, кто со мной еще не знаком. Я врач-педиатр. В этом году я закончила Санкт-Петербургскую государственную педиатрическую медицинскую академию. И в моей жизни было несколько видов спорта. С девяти лет я была профессиональным плаванием, занималась на высоком уровне, два раза в день были тренировки, поэтому такие виды спорта мне тоже не понаслышке известны, как и бег, и велосипед. Поэтому с плаванием я тоже знакома. И где-то в начале университета я начала заниматься в зале, когда уже было общего плавания. Был в моей жизни и бег, и выступала четыре раза на соревнованиях по бодибилдингу в категории бодифитнес. Поэтому я знакома с различными видами спорта и консультирую уже два года как спортсменов, так и обычных людей, которые просто хотят быть здоровыми, занимаются спортом по мере своей возможности. Такой опыт у меня уже в течение двух лет и продолжается по сей день. Готовлю ребят к Ironman, к марафону, к соревнованиям по бодибилдингу и так далее. И о чем же я хочу вам сегодня рассказать? В первую очередь часто спрашивают, какие анализы нужно сдавать. Это такой очень ощупительный вопрос, поэтому сегодня я максимально постараюсь это осветить. И другой частый вопрос. Какие же витамины нужно принимать на основе анализов? Это тоже очень интересный вопрос, на который я сегодня отвечу. И какое на самом деле нужно спортивное питание для спортсмена? Кому оно нужно? Питание марафонца, как обычное, так и спортивное. Все эти вопросы немножко так бегло, что касается питания марафонца, так как время у нас ограничено. Дальше я дам вам рекомендации, какие лекарства брать с собой, если вы едете на соревнования куда-то за рубеж, в США, куда-то в Европу, в тропические страны и так далее. Потому что очень многие спортсмены заболевают. Это нормально, часто бывает. Но что же в таком случае делать? Я дам вам небольшой наводок, потому что очень многие мои спортсмены заболевают. И самое страшное, наверное, что может случиться с бегуном перед стартом, это какая-нибудь кишечная инфекция. Что самое страшное, потому что это грозит и обезвоживанием, и, собственно, спортсмен рискует вообще не пробежать старт. Поэтому мы постараемся подготовить вас к таким экстренным ситуациям. Итак, начнем с анализов. Так сказать, плановая диспансеризация спортсменов. Многие взрослые, я как педиатр, мы всегда следим за здоровьем своих детей, у кого есть дети, те знают, ходим к педиатру перед школой, каждый год в школе. Мы сдаем какие-то анализы. Но когда мы взрослеем, мы уже забываем просто про такие профилактические обычные меры. И сейчас прозвучат такие анализы, которые, в принципе, нужны здоровому человеку. Просто спортсменам нужно обращать внимание на некоторые дополнительные аспекты, которые обычному человеку можно не сдавать. Итак, начнем с лабораторных методов исследования. Обычный анализ крови или, по-другому, клинический анализ крови. Что же он нам покажет? Клинический анализ крови покажет нам лейкоцитарную формулу. Сколько у нас лейкоцитов, нейтрофилов. Это клетки иммунной системы. Если у вас какое-то заболевание, например, вы простужены или только принесли какую-то инфекцию, принимали антибиотики, я не советую сдавать клинический анализ крови, потому что его нужно будет пересдать. Так как лейкоцитарная формула меняется, наш иммунитет борется с инфекцией и, тем не менее, через две недели нужно будет пересдать. Но, в принципе, когда вы болеете, лучше сдать этот анализ крови, чтобы посмотреть, какая же все-таки у вас инфекция вирусная либо бактериальная. Дальше. На что еще ответит нам клинический анализ крови? Это, конечно же, гемоглобин. Очень важный показатель и для бегунов он имеет отдельную важность. Почему? Потому что очень многие марафонцы, особенно бегуны, триатлонцы склонны к поддержанию вегетарианского образа жизни. И при таком питании они лишают себя животных продуктов. Все вроде бы ничего, если это не строгий вегетарианец, веган, и он употребляет пищу и рыбу, и какие-нибудь другие животные продукты, например, яйца, молочные продукты и так далее. Но строгие вегетарианцы, они, конечно, в группе риска по формированию анемии. Анемия – это дефицит гемоглобина, низкий гемоглобин крови. Поэтому за таким показателем очень сильно нужно следить, особенно у кого есть какие-то факторы риска, которые первым мы озвучили, это анемия. Какие другие факторы риска – это женский пол, низкий вес, недостаточное питание, наверное, такие самые основные. Этот анализ нужно сдавать раз в год, если нет никаких отклонений. Если анемия, то уже это другая история, тут уже нужно смотреть индивидуально. Идем дальше. Другой анализ крови, который необходимо узнавать ежегодно – это биохимический анализ крови. Вообще, биохимия крови – это очень широкое понятие. Если вы приходите в лабораторию инвитра и говорите мне, пожалуйста, биохимию крови, они назначат вам кучу-кучу всяких анализов, потому что биохимический анализ крови, он включает в себя множество анализов. И конкретно с какими вам нужно идти в лабораторию, я вам написала самые основные. Итак, глюкоза. Ну, всем понятно, что диабет набирает обороты, и нужно следить за уровнем глюкоза крови, как и спортсменам, потому что диабет действительно очень часто встречается и может прийти внезапно. И тут с ожирением бывает вообще ничего общего. Может обычный человек заболеть диабетом внезапно. Поэтому этот показатель необходимо мониторировать. Далее, холестерин. Ну, холестерин – это липид, да, холестериновый профиль крови. И можно также сдать липидограмму. Она здесь указана во второй строчке. Липидограмма – это развернутый липидный профиль крови, различные фракции. Это липопротеины высокой плотности, низкой плотности и очень высокой плотности. Они показывают, по ним в конечном итоге можно определить риск атерогенности. То есть это такое заболевание, как атеросклероз. Но если никаких факторов риска нет, то можно издавать. Я бы советовала просто холестерин включать в этот анализ. АЛТ, АСТ – это показатели печени, да, ферменты. Креатинин – показатель, который отвечает за здоровье почек. Если у нас функция почек нарушена, не дай бог, да, то креатинин возрастает. Но есть и другие состояния, при которых он может возрастать. Билирубин – это также показатель печени. Это конечный продукт обмена гемоглобина, который распадается. Я так вкратце вам расскажу про эти показатели, что и что, чтобы вы тоже понимали. Но скажу, что расшифровывать их самостоятельно ни в коем случае не нужно. Если вы увидите, что какой-то показатель выше или ниже, не нужно сразу пугаться и впадать в панику. Каждый организм индивидуален. И референтные значения, которые указывают в лаборатории, они совершенно не абсолютны. И также бывают ошибки при заборе анализов. Поэтому вы ни в коем случае не пугайтесь и просто обратитесь к врачу. Далее, на что стоит обратить внимание битунам – это калий и магний. Это электролитный баланс крови. Собственно, я расскажу чуть попозже, когда мы коснемся биологически активных добавок, что стоит принимать и как поддержать калий и магний в норме. Так, железо обязательно лучше. Не нужно исключать полный железокомплекс крови. Это остальные показатели, не будем их сейчас перечислять. Достаточно иногда сдавать ферритин или железосыворотки. И есть такой чудесный показатель под названием гликированный гемоглобин. Если быть краткой, это такой показатель, постараюсь попроще объяснить, который отражает колебания уровня сахара в крови. Так как если у нас уровень сахара в крови поднимается, то эритроциты связываются с этой глюкозой, грубо говоря. И длительность жизни эритроцитов 120 дней. Так если у нас уровень глюкозы в крови постоянно повышен, то эритроциты будут связываться с этой глюкозой. И этот показатель будет гликированный гемоглобин. Потому что глюкоза не всегда отражает истинное значение. У нас может быть в данный момент глюкоза нормальная, а до этого она была всегда высокая. Ну, вкратце вот так вот. Но ее каждый год тоже сдавать не нужно. Достаточно сдавать глюкозу. Гликированный гемоглобин, если вы хотите окончательно убедиться, либо если есть какие-то подозрения, или глюкоза на референсных значениях чуть повышена, лучше сдать тогда гликированный гемоглобин. По крови это все. Далее. Общий анализ мочи. Конечно, его тоже стоит сдавать раз в год. И здесь в первую очередь на что стоит обращать внимание. Это белок в моче. Ну, белка в моче не должно быть. Есть небольшие количества следовые, которые могут быть обнаружены. Но глобально его вообще не должно быть. И бактерии. Да, ну, соответственно, инфекция. Тут опять же могут быть ошибки в сборе анализов. Но, тем не менее, бактерий не должно быть. Тут, опять же, обращать внимание тем, у кого какие-то хронические инфекции. Но это уже отдельная история. Не будем в это углубляться. КАЛА. КАЛА, как бы ни казалось странным, тоже очень важный показатель. И сегодня мы живем в мире, когда все гордо стучают себе в грудь, что у меня глютеновая непереносимость или лактазная непереносимость. Так вот, как раз анализ КАЛА поможет определить, действительно ли у вас есть непереносимость каких-либо углеводов. Потому что есть такой интересный тест, с помощью которого можно обнаружить непереваренные углеводы в КАЛЕ. Называется исследование КАЛА на углеводы методом Бенедикта. Ну, самостоятельно, конечно, не стоит в себе его назначать. Если вы подозреваете у себя какие-то проблемы, у вас есть соответствующие жалобы, необходимо обратиться к гастроэнтерологу, который грамотно назначит вам необходимые исследования. Может быть, в их числе окажется и данный тест на углеводы КАЛЕ. И также я бы советовала сдавать КАЛ на яйца глист хотя бы раз в год. Все равно это важно. И у кого есть домашние животные, и дети, тем не менее, это нужно сдавать. Дальше. Последние два анализа необязательные. Сейчас объясню, почему. Можно узнать концентрацию метаболита витамина D в крови. Почему я это озвучиваю? Дело в том, что показано, что для Северо-Западного федерального округа, а также для Московской области, практически для всего населения характерен дефицит витамина D. Чуть позже об этом поговорю, когда и как принимать витамин D. Этот анализ давать не обязательно, он не дешевый, но достаточно полезно его сдать, чтобы точно знать, в какой дозировке пить этот витамин D. Потому что существует профилактическая дозировка, которую, в принципе, необходимо пить всем. Она не поднимет ваш уровень витамина D в крови, но и он не будет падать. Это просто профилактическая дозировка. Но, возможно, вам нужна большая дозировка, но чтобы точно узнать и не гадать пальцем в небо, можно сдать такой вот замечательный анализ на витамин D. Далее, гормоны щитовидной железы. Это Т3, Т4 и ТТГ. Но эти анализы тоже любят сдавать сами по себе люди просто так, потому что, ну, вообще, проблемы щитовидной железы часто встречаются, да, и как в Санкт-Петербурге, как и в Москве, дефицит йода, он есть. Но если у вас нет никаких жалоб, это первое. Во-вторых, если у вас в семье никто не болеет заболеваниями щитовидной железы, это аутоиммунный тиреогид и другие заболевания, то его не обязательно сдавать, абсолютно. И другие тесты на тестостерон, эстроген, эстрадиол любят назначать тоже всякое разное. Не нужно абсолютно ничего сдавать, если у вас все нормально, никаких жалоб нету. Этого вполне достаточно. Далее переходим на инструментальные методы исследования. То, о чем тоже часто взрослые уже забывают. Ну, во-первых, это регулярное измерение артериальное давление. Как бы банально ни звучало, это тоже нужно делать. Все очень просто. Но если давление постоянно низкое или постоянно высокое, и самочувствие тоже страдает, это уже повод задуматься и предпринять какие-то меры. Но первым сигналом это будет ваше давление. Далее, ЭКГ тоже лучше сдавать раз в год. И флюорография. Тоже, как ни странно, но флюорография, она как и профилактика туберкулеза, в первую очередь, да, была придумана. Но флюорография может выявить и всякие другие болячки. Поэтому тоже не забывайте делать регулярно. Если вы сдали эти анализы, что же вам делать? Даже если все вроде хорошо, да, вы получили анализы от Витра или Хеликс или любой другой лаборатории, где вы сдавали, вы можете их, во-первых, отправить мне. Мы с вами все посмотрим, проконсультируемся. И если у вас все хорошо, мы составим просто комплекс тех витаминов, да, и добавок, которые вам нужны для поддержания вашего здоровья. Или если что-то немножко понижено, как это показатель повысить, да, например, там ферритин сывороточный или железо. Вот, если я найду у вас какие-нибудь проблемы, да, то я скажу вам, к какому врачу необходимо обратиться. Либо же, если у вас есть терапевт, у которого вы постоянно наблюдаетесь, то сразу идти к своему терапевту, да, чтобы он посмотрел ваши анализы, и на этом все будет хорошо. Какие же добавки необходимо пить? Если у вас все хорошо. Это витамин D. В первую очередь. Я его не случайно поставила на первое место. И сейчас расскажу немного подробнее, как же его принимать. Если вы не сдавали витамин D, да, и не нужно, в принципе, бежать, повторюсь, в лабораторию сдавать этот анализ, в принципе, профилактическая доза от 500 до 1500 международных единиц в день. Я не советую покупать какие-то дорогие добавки, в виде там, я уж не помню, вылетела из головы, а вот салгар у нас тут добавки на фотографии. Они достаточно дорогие, но вот как раз витамин D – это тот витамин, которым можно сэкономить. И опять же, те, у кого есть дети, помнят хорошо знакомые с детства капельки Акбадетрим, либо Вегантол, и смело можно их употреблять и взрослым. Абсолютно точно. Качество отличное, просто великолепное. И дозировать их проще, потому что в капсулах, как правило, содержится очень высокая дозировка. Например, в салгаровском витамине D содержится 5000 единиц в одной капсуле. Может есть и меньшая дозировка, но, насколько я знаю, 5000 единиц, которую я видела, с которой я встречалась. И, честно говоря, это достаточно высокая дозировка, суточная, только если у вас нету какого-то дефицита, в смысле, дефицита витамина D. А так, их нужно пить не каждый день, а, например, два раза в неделю. То есть тут не будет педеродозировки от большой суточной дозы, если вы выпьете там эти 5000 единиц в течение трех дней. Главное, чтобы примерно в неделю соблюдать какое-то количество единиц. В одной капле Акбадетрима содержится 500 международных единиц. То есть взрослому человеку где-то две капли на D нужно. Как долго его пить? Я бы советовала где-то в середине осени и до конца зимы 100% пить Акбадетрим. Потому что это такие холодные, темные времена, когда, в принципе, очень мало солнца. Конечно, если вы уезжаете куда-то на море летом, есть возможность где-то на дачу провести время, это очень хорошо, потому что свежий воздух, ультрафиолет, способствует синтезу витамина D. Но дело в том, что доказано, что, в принципе, количество солнечных дней в нашем округе, оно просто физически недостаточно для того, чтобы поддерживать уровень витамина D на здоровом уровне. Более того, что интересно и любителям солярия, либо у кого в семье есть любители солярия, то еще один довод отговаривать своих друзей от солярия, это то, что он не способствует синтезу витамина D абсолютно никак. И если мы мажемся солнцезащитными примами, SPF, потому что рак кожи сейчас тоже очень часто встречаются, и все нам кричат, что постоянно нужно мазаться и находиться на солнце с 11 до 3 или 4 вечера. Но если мы используем эти крема, то синтез витамина D тоже блокируется. Поэтому такие интересные моменты. Собственно, чтобы поддерживать его на нормальном уровне, нужно как раз загорать в то время и такое количество времени, которое уже собственно вредно для кожи, как считают врачи. Это такой парадокс. Лучше брать аквадетрим и принимать его. Дальше. Сразу с аквадетримом, с витамином D, вы можете приобрести кальций. Кальций – это другой элемент, который постоянно в дефиците в нашей диете, потому что из молочных продуктов мы употребляем его недостаточно. И собственно, чем старше мы становимся, тем меньше он усваивается из пищи. Поэтому тоже советую. А так как витамин D он способствует усваиваемости кальция лучшему из кишечника, с цельсообразной их просто употреблять вместе. Омега-3 жирные кислоты. Это та добавка, которую стоит принимать без перерыва. Она нужна всегда. Полиненасыщенные жирные кислоты качественные, их все меньше находится в пище. Так как, например, тот же лосось, который богат этими жирами, очень сильно зависит концентрация этих полиненасыщенных жирных кислот от качества корма, который употреблял этот лосось. Так как сегодня доминирует искусственное выращивание рыбы и искусственные фермы, поэтому 100% тоже дефиците. Следующий элемент это цинк. Можно его пить, также советую, с едины осени, где-то до зимы, до окончания зимы. Пить его нужно курсом, не нужно пить постоянно, можно принимать по инструкции, которую указывает производитель. Цинк необходим для поддержания иммунитета, для профилактики обычных простудных заболеваний. Следующая добавка это лицетин. Может быть кто-то слышал про нее. Лицетин это фосфолипиды и что интересно, такое лекарство как эссенциалии, форта, он на 70% состоит из лицетина. То есть это собственно и есть лицетин. Для чего он нужен? Поврежденную печень он конечно не вылечит, как рекламируют постоянно в телевизорах, но для профилактики и в принципе он выполняет похожую функцию как омега-3. Они строят мембраны клеток фосфолипида и поддерживают клеточную стенку от окислительных процессов собственно это и молодости, здоровье и все остальное. И возвращаясь к калию и магнию, о чем я говорила при анализах аспаркам и панангин это лекарство собственно говоря которое нужно купить в обычной аптеке. Что это не какие-то копейки. Так вот за одну или две недели до соревнований я бы советовала пить тем ребятам которые готовятся к марафону к айронмену особенно если эти соревнования состоятся в какое-то жаркое время либо в другой стране чтобы избежать обезвоживания. Такая вот небольшая хитрость. Всякие электрониты или солевые таблетки которые любят продавать на соревнованиях я не советую употреблять лучше пропить панангин и в них есть и магний и калий остальные все элементы вы получите из пищи. Плавно переходим к вопросу о спортивном питании. Я не буду сильно подробно останавливаться на этом вопросе и вообще советую в первую очередь обращать внимание на обученную еду. Но есть несколько исключений. Если вы собираетесь бежать марафон либо айронмен или какие-то ультрамарафоны и другие суперские дистанции то конечно без спортивного питания вам никуда не обойтись. Как же на самом деле нужно употреблять углеводные добавки во время марафона или любых других триатлонов длительных нагрузок. Это то, что интересует большинство. Итак, здесь вы видите таблицу, которая сама приводила из оригинальной статьи. Это было крупное исследование и все количество углеводов, которые необходимы спортсмену, это абсолютно точные цифры. Здесь не нужно ничего гадать, сколько же гелий нужно на старт. Пять или тебе там нужно шесть, но лучше возьми семь. Нет, абсолютно ерунда, все уже доказано. Начнем с короткой дистанции. Здесь в первой строке вы увидите нагрузку от 30 до 75 минут. Это та нагрузка, при которой абсолютно неважно будете ли вы употреблять гели или обойдетесь без них. Так как доказано, что была группа, которая получала просто напиток подслащенный без углеводов и группа, которая получала гель до старта, буквально один глоток. И результат у них абсолютно не отличался. Поэтому если вы бежите в дистанцию примерно до 20 километров, до полутора часов, абсолютно неважно, будете ли вы пить гель или не будете его употреблять, или съедите банан до старта вообще, вы можете выпить этот гель, если он с кофеином и вам это помогает как психологически небольшая стимуляция и поддержка, можно смело выпить его просто до старта и не нужно мучиться пить этот гель во время старта. Это абсолютно неудобно и лучше сосредоточиться на этой дистанции. Идем дальше. Нагрузка от полутора до двух часов. Вот это нагрузка, при которой потребность углеводов возникает. И количество углеводов составляет 30 грамм в час. То есть это значит, что со второго часа нашего соревнования или тренировки мы выпьем один-полтора геля. В зависимости от того, сколько грамм углеводов содержится в вашем геле. Идем дальше. 2-3 часа. Здесь уже количество углеводов возрастает 60 грамм углеводов в час. Это примерно 3 геля. Если брать Сисовские гели, всем хорошо известные, там примерно 22 грамма углевода на один гель, если я не ошибаюсь. Есть тут такая интересная графа рекомендуемый вид углеводов. Моно или мультиуглеводный напиток. Что же это значит? Сейчас немножко переключимся на другой слайд, чтобы сразу было понятно. Для начала немножко обратимся к кишечнику и к его структуре. Вот эти клеточки смешные с ворсинками это клетки кишечника. Слева вы видите просвет кишечный и вот эти цветные штучки это рецепторы для различных углеводов. Сверху это глюкоза, снизу фруктоза. На правой стороне клетки вы видите кровоток, кровеносный сосуд. Так вот, сверху рецептор к глюкозе находится. Ученые доказали, что за час вот этот рецептор может транспортировать из просвета кишечника в кровеносный сосуд всего 60 грамм углеводов в час. Больше он не способен транспортировать. Что это значит? Ну, 3 геля 60 грамм углеводов. Если вы выпьете 4 или 5 гелей за час, то остальное количество углеводов попросту не усвоится и будет причинять вам только дискомфорт. Как бы вы не хотели, чтобы усвоилось больше углеводов. Ученые стали исследовать, как же сделать так, чтобы усвоилось больше углеводов, так как это способствует отсрочке закисления организма и всех последующих аэробных процессов. Обнаружили рецептор для фруктозы и показано, что если совместить в углеводном напитке глюкозу и фруктозу, то совмещая эти два углеводов, сможет усвоиться 90 грамм углеводов. И это на данный момент является порогом для усвоения во время нагрузки. Вот здесь вы видите последнюю строчку нагрузка более двух с половиной часов, во время которой может усвоиться 90 грамм углеводов за час. И здесь вы увидите очень важные слова только мультикомпонентные углеводные добавки. Это означает, что в вашем геле должен быть помимо мальтодекстрина, то есть глюкоза, мальтодекстрин это и есть глюкоза, должна быть еще и фруктоза. Это очень важно. Мы про компоненты геля еще поговорим немного. И здесь указана последняя рубрика интересная. Такие слова тренировка питания заранее обязательно. Об этом не будем подробно разговаривать, но есть специальные тренировки, которые включены в подготовку к старту, когда спортсмену специально дают во время тренировки эти гели, имитируют так сказать старт, чтобы желудок и кишечник просто привык к тому объему, который дается во время тренировки, чтобы немножко создать этот объем, который усвоится и будет комфортно все усваиваться. То есть это тоже нужно тренировать. Если вы новичок и в первый раз бежите марафон или стартуете на аэромене, не рекомендуется употреблять весь объем этих углеводов сразу, потому что попросту ничего не усвоится. Или усвоится только частично и будет дикий дискомфорт и вы в конечном итоге ничего не сможете есть вообще. это все нужно тренировать во время тренировок. Надеюсь было понятно все объяснение. Если нет, в конце вы сможете еще задать по этому поводу вопросы. Обратимся к составам некоторых гелей, чтобы вам было более понятно. Здесь слева вы видите гель сквизи. Многие знают его бегуны и триатлонисты и смотрим на состав вода, мальтодекстрин и фруктоза. То есть когда вы видите слова мальтодекстрин и фруктоза вы сразу можете определить сразу, что это мультикомпонентный углеводный гель. То есть он подойдет для длительных дистанций выше двух с половиной часов, чтобы усвоилось больше углеводов. И собственно на нем вы можете смело идти на 90 грамм углеводов в час. Ниже вы видите состав углеводного геля СИС. Здесь вода, мальтодекстрин и так далее. Все остальные элементы здесь еще с кофеином, но это не столь важно. Так вот в СИСовских гелях находится только мальтодекстрин. То есть все их гелия являются монокомпонентным углеводным напитком углеводной добавкой. То есть из таких СИСовских гелей вы можете употреблять только 3 штуки в час. То есть 60 грамм углевода в час. Больше попросту не усвоится. Поэтому будьте готовы. По всяким остальным гелям их всякое великое множество. на данном примере вы теперь можете самостоятельно прочитать состав и посмотреть на какую дистанцию вам подойдет этот гель. Собственно если ваша дистанция до 2 часов что бы то ни было это велосипед или триатлон или бег вам достаточно СИСовского геля обычного либо какого-нибудь другого содержащего только мальтодекстрин. Если же это нагрузка соревнования дольше 2 часов то необходимо чтобы в них было повторюсь и мальтодекстрин и фруктоза. Есть гели с кофеином с BCAA с калем с натрием в принципе любой подойдет. BCAA это больше даже для рекламы минимальное количество BCAA и в таких видах спорта во время нагрузки они особой роли не играют там буквально несколько грамм и это мне кажется больше даже такой маркетинговый ход абсолютно по желанию. Главное смотреть на углеводы. Итак поговорили немного о спортивном питании которое необходимо самое важное во время старта. Поговорим немного об обычной пище и что же нужно людям которые готовятся к каким-то длинным экстренным дистанциям экстремальным. Какие же частые ошибки я замечаю в питании своих клиентов в принципе в питании бегунов мароконцев это как мы уже говорили склонность к вегетарианскому образу жизни исключения продуктов животного происхождения. Слишком большой акцент на спортивном питании. В первую очередь нужно получать все необходимые элементы из обычных продуктов. Далее уже идут всякие добавки о которых мы уже говорили и спортивное питание. Второй момент это большие перерывы в еде и я бы еще отметила стремление тренировок к снижению веса потому что конечно на низкой весе бежится легче но тут вы рискуете потерять мышечную массу и собственно ухудшить свои результаты поэтому не стоит бросаться в крайности. Очень многие бегуны часто просто перекусывают у них отсутствуют какие-то полноценные обеды это просто какие-то бутерброды или там сырники конечно необходима полноценная питация чтобы были полноценные приемы пищи в таком случае вы сможете сделать более длительные прерывы в еде так как специфика данного спорта это длительные нагрузки длительные тренировки и как правило за час полтора даже за полтора два часа до интенсивной тренировки спортсмен просто если это интенсивная беговая тренировка просто не может поесть потому что будет просто дискомфорт и если тренировка длится около двух часов и плюс еще нужно доехать до дома это уже опять получается достаточно длинный перерыв в еде поэтому очень важно питаться полноценными приемами пищи как же разнообразить свое питание я привел вам на такой слайм который поможет вам включить все необходимые элементы в ваш рацион полезные жиры обязательно полиненасыщенные жирные кислоты про которые мы говорили это омега-3 но не только омега-3 в этих всех продуктах содержится омега-6 омега-9 и всякие другие жирные кислоты не только полиненасыщенные но мононенасыщенные и так далее всех полезных элементов просто невозможно перечислить именно поэтому важно питаться разнообразно так как в разных продуктах содержатся совершенно разные вещества элементы чтобы все попадало в организм нужно питаться разнообразно если вы выбираете масла не стоит зацикливаться на каком-то одном кто-то любит оливковое масло кто-то льняное их всякое множество но есть основные правила это в салаты вы кладете нерафинированные масла а жарите на рафинированных маслах либо на кокосовом масле такой интересный момент что кокосовое масло это единство масла которое не разрушается под действием высоких температур и не превращается в трансжиры почему нельзя готовить на нерафинированном масле потому что полезные наши полиненасыщенные жирные кислоты они окисляются и превращаются в вредные трансжиры которые находятся например в маргарине или в пальмовом масле поэтому их употреблять только в холодном виде в салаты в крупы макароны и так далее орехи тоже всякие разные какие только вам придут в голову смех кешью или кешью точно не знаю как правильно миндаль фундук грецкий орех пожалуйста все меняйте арахисовые арахисовая паста и любые другие ореховые пасты эквивалент количеству орехов то есть тоже в умеренном количестве конечно авокадо жирные сорта рыбы красное мясо тоже обязательно включайте в свой рацион самый богатый источник железа это язык из печени кстати железо усваиваться сложнее так как в печени железо находится в виде гемосидирина который достаточно сложно усваивается поэтому если есть склонность к анемии или была раньше анемия то здесь повышенное внимание и стоит включать в рацион такие продукты овощи и фрукты это в дефиците практически у каждого человека и гастроэнтерологи советуют употреблять около килограмма фруктов и овощей в день конечно не в отдельности а в совокупности на самом деле это не так сложно как кажется если вы съедите например два средних яблока это уже 300 грамм сейчас сезон арбузов подходит уже к концу но тем не менее фрукты еще в изобилии ешьте арбузы и сливы абрикосы персики кубнику и замороженные фрукты если это именно зимнее время года овощи в тушеном виде в запеченном в виде салатов в любом виде в зелень тоже добавляйте практически в каждый прием пищи крупы тоже очень важный элемент нашей диеты и тоже не стоит зацикливаться на каком-то одном виде макароны конечно можно употреблять любимая пища бекунов можно также употреблять хлеб но тут опять же лучше женой хлеб какой-нибудь чисто белый хлеб конечно не стоит гречка различные сорта риса это и дитий рис и розовый рис красный рис рис булгур какие только вы любите и все меняйте и пробуйте бобовые фасоль чечевица нут тоже и молочные кисломолочные продукты творог сыр йогурт кефир пожалуйста все что вы любите с ягодами с футами на завтрак на ужин не забывайте добавлять тоже в рацион что лучше избегать тоже многие спрашивают как питаться до соревнований нужно ли вносить какие-то изменения те моменты по функции кишечника которые мы рассмотрели во время соревнований это конечно в идеале если вы не очень подготовлены к старту и очень часто бывает что бегуны собираются и до старта где-нибудь ужинают в ресторане и кушают макароны или там какие-то другие блюда особенно когда приезжают другие страны так например делать не стоит стоит кушать свою обычную пищу максимально почистить диету чтобы кишечник максимально хорошо функционировал во время старта особенно если вы употребляете какое-то спортивное питание в виде гелей потому что все гели будут усваиваться на 100% если у вас кишечник работает хорошо первое что я бы советовала ограничить в употреблении это мучные изделия или по-другому много незнакомого слова блютен есть исследования которые показывают что действительно результаты спортсменов циклических видов спорта улучшаются при исключении глютена из пищи но что такое глютен это белок пшеницы многие знают сегодня это очень модно везде продаются безглютеновые продукты в обычной жизни конечно не нужно исключать если у вас нету глютеновой непереносимости что они так часто встречаются но до соревнований где-то за месяц я бы советовала ограничиться и в мучном и какие-то это касается и хлеба да о чем мы говорили белый хлеб выпечка какие-то сырники тоже не забывайте что это все во-первых жареное во-вторых содержит муку то есть все такие продукты лучше делать дома в домашних условиях можно менять обычную муку на какую-нибудь другую овсяную миндальную и так далее все это сейчас очень доступно сладкое почему сладкое так как сладкое тоже часто содержит в себе мучное да и чтобы тоже максимально очистить кишечник от лишних углеводов ну фастфуд жареное тут включая предыдущие два пункта ну вообще стоит придерживаться такому принципу по-английски есть такая очень хорошая фраза многим знакомая eat clean and stay lean кушать питайтесь правильно чисто не меньше питаться а правильно питаться и оставайтесь здоровым и красивым и последний наш интересный пункт что же брать с собой если вы едете куда-то далеко на какой-нибудь марафон часто бывают кишечные инфекции какие-то неотложенные заболевания температура в случае температуры вам поможет нурофен или парацетамол да или какие-нибудь дериваты содержащие данные вещества всякие колдрекс и терефлю не советую брать так как основное вещество это и есть парацетамол поэтому можно ограничить парацетамол при кишечных инфекциях то что особенно грозит бегунам энтеросгель один из лучших сорбентов и в принципе удобен применение его не нужно разводить водой пожалуйста везде можно с собой брать обязательно берите с собой на соревнования если куда-то далеко едете альтернатива немного по-другому работает смекта при расстройстве желудка если есть например диаре и рвота то смекта она будет иметь успокаивающий эффект дополнительно то есть можно и энтеросгель и смекту менять чередовать энтерофуриль или альфа нормикс это кишечные антибиотики можно просто энтерофурилу ступнее дешевле в принципе не важно альфа нормикс если вы едете на другой континент будет наверное лучше так как флора там совершенно другая альфа нормикс это более сильный кишечный антибиотик который стоит с собой мизин нож пожарный так сказать тоже не повредит и кожный антисепстик безусловно пускай будет в вашей аптечке даже при травмах он вам пригодится ну просто для гетемической обработки рук собственно это то что я вам хотела рассказать со стороны врача как я вижу поддержание здоровья марафонца триатлониста и я готова ответить на ваши вопросы либо если у вас вопросы не приходят просто в голову либо вы хотите посоветоваться по более сложному вопросу на данном слайде вы видите мои контакты и вы всегда можете меня найти мне написать либо сразу позвонить вот так что я жду ваших вопросов у нас еще есть время 10 минут в течение которых я смогу ответить вам и так поступил вопрос есть ли идеальное соотношение макронутриентов при питании в течение дня хороший вопрос идеального нет так как все зависит от вашего образа жизни и времени суток когда вы тренируетесь вообще больше углеводов должны сосредоточиваться вокруг вашей тренировки скажем так то есть если вы тренируетесь например с утра то с утра я бы советовала вам поесть плотный углеводистый завтрак с небольшим абсолютно количеством жиров чтобы все усвоилось быстро и легко потому что жиры замедляют усвоение пищи и с небольшим количеством белка да там какой-нибудь йогурт или творог или просто яйцо да яичница что-нибудь такое легкое и быстро усваиваемое если вы тренируетесь вечером то на ужин обязательно включить какую-нибудь крупу гречку или рис а если вы потренируете с утра то на ужин уже не факт что вам обязательно понадобятся углеводы поэтому идеального нету все зависит от вашего образа жизни ваших потребностей следующий вопрос скажите а как питаться при условии утренних тренировок до работы нужно ли есть перед тренировкой и что есть да конечно нужно есть ну конечно зависит тоже от вашей нагрузки если вы бегаете тренировка недолгая и вам привычно например бегать на толщак в принципе это можно сделать но если тренировка интенсивная и вы спортсмен серьезный более часа конечно я бы советовала употребить какой-то завтрак я уже упоминала к предыдущему вопросу да как я вижу идеальный завтрак до бега это что-то легкое это может быть овсянка лучше без молока чтобы не нагружать желудок кишечник вернее лактозой это овсянка можно фрукты какие-нибудь банан и пару вареных яиц например два вареных яйца либо в виде омлета яичницы без жиров то есть например орехи до тренировки ни в коем случае не нужно есть чтобы у вас был такой завтрак легкий и не нагружал сильно если вы сразу бежите то есть только встали и через 10 минут вы например уже бежите можно выпить просто кофе для небольшой стимуляции и съесть банан то есть хотя бы что-нибудь чтобы вас простимулировали если есть протеин то можно сделать какой-нибудь шейк или просто выпить порцию протеина и съесть какой-нибудь фрукт это тоже будет очень здорово вот поэтому такой вот примерно завтрак до работы если вы тренируетесь с утра жду ваших следующих вопросов у нас еще есть 6 минут поэтому смело задавайте частота приема пищи интервальное голодание углеводное окно что есть сразу после тренировки да тоже вокруг данного вопроса очень много мифов и непоняток значит первый вопрос так я понимаю тут два вопроса частота приема пищи интервальное голодание я не приверженность не придерживаюсь интервальному голоданию и не советую его скажем так кому-то оно подходит но в целом не будет иметь значение сколько вы голодаете и какой интервал между вашими приемами пищи может поедите три раза в день а может быть пять суть в том сколько вы калорий сидите за день но конечно в разумных пределах то есть если ваша суточная норма калорий это три тысячи калорий неразумно просто употреблять эти три тысячи калорий в один прием пищи так как это просто очень сильно нагрузит ваш желудок и кишечник и просто это вредно грубо говоря и будет только чувство тяжести и все остальное поэтому в разумных пределах интервальное голодание не очень подходит для людей которые и занимаются спортом работают еще имеют семью большинство из вас именно такие люди насколько я знаю большинство моих клиентов поэтому интервальное голодание я не советую никому только если вы может быть в отпуске или вам хочется это именно попробовать можно но я не верю в силу повод голодания и не вижу в нем смысла углеводное окно на самом деле это можно назвать просто таким общим именем названием тот период когда после тренировки у вас идет более интенсивное усвоение всех элементов всех веществ это не только углеводы но белки жиры и углеводы в том числе после тренировки это не означает что после тренировки нужно закидываться всеми углеводами что увидите рядом с собой и одними бананами абсолютно нет просто нужно полноценно покушать после тренировки если вы этого сразу сразу не можете сделать конечно можно выпить какое-нибудь какое-нибудь спортивное питание я бы советовала не рего или какие-нибудь углеводные напитки рего это отфиса это и углеводы и белок в таком случае лучше выпить протеин почему потому что бегуны как раз таки в меньшем количестве склонны употреблять белок после тренировки можно выпить протеин и пока вы приедетесь примите душ доберетесь до дома как раз пройдет количество времени когда вы снова захотите есть например час и уже полноценно покушать и белок и углеводы и большое количество жиров поэтому углеводное окно это такое условное понятие это миф скажем так и в принципе нету такого интервала времени после тренировки в течение которого например нельзя есть и строго в это время нужно есть нет это просто просто тот период времени когда вещества усваиваются лучше повторюсь вот поэтому обязательно кушайте после тренировки вот надеюсь я ответила на ваш вопрос вот жду еще вопросы еще успеем обсудить парочку так за сколько часов до сна принимать пищу полезно ли на ночь белок казеин если безлактозный аналог казеина так за сколько часов до сна принимать пищу тоже все достаточно индивидуально и зависит от вашей занятости потому что как повторюсь смысл имеет общее количество съеденных калорий за день но опять же в разумных пределах наедаться на ночь не стоит потому что это ухудшает качество сна поэтому оптимально ну я так считаю за час за полтора максимум поесть если это полноценный прием пищи если это уже какой-то перекус после ужина то тут нет особо ограничений вы можете выпить казеин и лечь спать если у вас так сложились обстоятельства на ночь белок конечно полезно есть и казеин можно выпить если вы не добрали суточной нормы белка за день и вам сложно в принципе набрать этот белок и вы например не любите творог или молочные продукты безлактозы аналог казеина я думаю что его нету если у вас непереносимость лактозы то нужно искать такие спортивные добавки в которых есть фермент лактаза либо этот фермент можно просто купить в аптеке если вы пьете например протеин или казеин можно просто пить лактазу фермент который расщепит эту лактозу у вас не будет дискомфорта но так как казеина из молочных продуктов я не думаю что есть такой аналог следовые остатки все равно будут и еще один вопрос как пытаться в циклических видах спорта до и после тренировки чтобы похудеть все очень просто Дмитрий возвращаюсь еще раз к этому моменту и повторяю что смысл имеет общий дефицит калорий то есть нужно определить вашу норму калорий сколько вам необходимо для поддержания вашего веса и из этой нормы калорий сделать дефицит небольшой чтобы было комфортно и не слишком большой чтобы не терять вес быстро и вам было комфортно и не слишком голодно если вес стоит при таком дефиците то соответственно немножко увеличить дефицит вот собственно и все то есть а что вы кушаете до и после все обычные продукты да только в соответствующем калораже чтобы вписаться в свой дефицит калорий если ваша норма например 3000 калорий мы делаем небольшой дефицит начинаем с 300 калорий вычитаем 300 калорий 2700 калорий например ваш калораж на дефиците соблюдаете этот калораж например одну неделю если вес падает то ничего не меняете просто продолжаете также питаться если вес стоит то можно сделать еще небольшой дефицит например еще 100 калорий убрать если вес пошел вниз то соответственно так и продолжать ну и так далее логика такова учитывать ли тренировки если они проходят по 2-3 часа да конечно нужно учитывать и энергозатраты скажем так за тренировки тоже учитываются но если у вас тренировки по 2-3 часа я не думаю что у вас будут проблемы с похудением тут будет достаточно просто почистить диету скажем так убрать все лишнее и чтобы это не влияло на ваши результаты в соревнованиях или на тренировках то действительно просто максимально убрать простые углеводы советую бананы и виноград и прочие быстрые углеводы тоже убрать макароны временно заменить рисом гречкой не жарить на масле молочные продукты примерно по 2% жирности то есть вот такие вот небольшие изменения внести ну конечно тренировки учитываются в общем калоража еще отвечу на один вопрос если они остались уже час у нас прошел жду еще последний вопрос ваш так поступил вопрос последний обезболивающий на длинных дистанциях не совсем понимаю вопрос если у вас есть травма или что-либо но скажу свое мнение обезболивающие на длинных дистанциях категорически нельзя принимать и на тренировках в том числе вообще противопоказания нужно ли под конец марафона аэронмина пить ни в коем случае объясню почему обезболивающие они блокируют да ваши рецепторы и если у вас случилась какая-то травма или что-то случилось организм просто не сможет вам дать сигнал об этом и вы рискуете сделать себе большой ущерб получить серьезную травму это очень важно боль это сигнал о какой-то травме да поэтому ни в коем случае нельзя пить потому что вы сделаете себе только хуже да это боль она присутствует у многих есть травмы и в принципе это такие дистанции длинные но ни в коем случае нет спасибо всем за внимание я надеюсь у нас будет еще вебинар будут встречи вы можете написать все ваши вопросы которые вы не успели задать либо какие-то предположения что бы вы хотели еще услышать в следующих вебинарах смело пишите мне на почту ваши идеи все что вам интересно либо если вам нужна консультация дополнительная всем спасибо всем хорошего вечера и безопасных подготовок к вашим стартам всем до свидания